В данном видео представлено доказательство реальности сделок компании MindCapital. Давайте рассмотрим. На первом листе представлены три ордера. Два ордера были с биржи Bitfinex и один ордер для Kraken. Рассмотрим сначала сделки на Bitfinex. Напоминаю, что сделки были продемонстрированы в реальном времени. В правой части представлен арбитраж, который только что состоялся. Номер ордера 37992546232. И когда мы переходим в левую часть экрана, где демонстрируется кабинет Bitfinex, мы также видим ID этого ордера. Если посмотреть на дату 23.01.20.2006, мы видим, что время транзакции совпадает со временем демонстрации. Эта сделка была разбита на 6 частей Bitcoin к доллару США. Три сделки по цене 8353.1 для первых трех сделок и 8353 для следующих трех сделок. Общая сумма этих шести сделок составляет 0,06 биткоина. Когда мы возвращаемся на правую сторону, мы видим в кабинете, что общая сумма сделки как раз составляет 0,06 биткоина по цене 8353,3 USD. О чем это говорит? Здесь представлены два очень важных фактора. Первое. В бэк-офисе показано, что эти сделки произведены на бирже Bitfinex. И на этом видео мы действительно наблюдаем в прямом эфире сделки непосредственно на Bitfinex. И это уже очень весомые доказательства. Очень важный пункт. Произведенные транзакции постоянно пополняются в нашем бэк-офисе все новыми и новыми транзакциями. И у нас есть возможность сопоставить два кабинета. Кабинет Bitfinex и бэк-офис компании. В режиме реального времени мы видим IP-сделок в бэк-офисе и полные отчеты именно этих сделок. Не от всех подряд, а именно от этих сделок и с объемом, и ценой, которые мы видим в Bitfinex. Это очень весомые аргументы в пользу компании. Переходим к следующей транзакции. И следующая транзакция у нас тоже сделана на Bitfinex. Очень интересная пара Tronk евро. Снова идем в правую часть экрана. Находим сделку и номер ID транзакции 37990692702. Эти сделки здесь имеют обозначение перерасчет. Переходим в левую часть окна Bitfinex. Мы также находим 6 сделок под одним идентификационным номером транзакции. Пара Tronk евро. Сделки также совершены 23 января 2020 года в Bitfinex в 19.00 с хвостиком. Складываем все суммы сделок на Bitfinex и получаем общую сумму 453798,34 трона. Переходим в бэк-офис, видим те же цифры. И здесь мы видим также полное соответствие. И это очень важно. Переходим к третьей транзакции. Это очень известная и крупная криптобиржа Kraken. Смотрим ID транзакции. В данном случае мы видим хэш в бэк-офисе достаточно длинный номер OOH-AZO. Пара BTC к евро. Арбитраж. Тип сделки – покупка. Переходим на Kraken. Находим первые идентификационные обозначения транзакции. Также отметим, что на некоторых биржах биткоин обозначается как XBT. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот XBT. Мы видим дату 23 января 2020 года. 20.07. Время на бирже совпадает со временем демонстрации видео. Обратите внимание, что на некоторых биржах биткоин обозначается как XBT. Но это все равно биткоин. Мы видим сумму сделки 0,06 биткоина. Общая сумма – 452 евро. И снова мы видим полное соответствие данных и в кабинете, и на бирже Kraken. Давайте подведем итоги. Во всех трех случаях мы видим полное совпадение данных. И даже в некоторых случаях еще более подробное представление на отдельных сделках, как, например, Bitfinex. Первое. Вся информация о сделках совпадает. Второе. Все сделки были продемонстрированы в режиме реального времени и были взяты из профиля Mind Capital по мере пребывания. Третье. Третье. Самое главное. Каждой сделке прилагается реальный хэш или ID номер транзакции. Четвертое. На бирже сделки представлены еще более подробны, но суммы сделок все равно совпадают и в кабинете биржи, и в кабинете Mind Capital. Пятое. Информация о сделках внутри бэк-офиса компании представлена очень подробно. И если вы имеете возможность доступа к этим биржам, вы можете самостоятельно изучить и проверить сделки в своем кабинете по представленным реальным номерам или хэшам. В свою очередь компания уже не раз предоставляла полную отчетность и демонстрировала собственные сделки в прямом эфире в режиме реального времени на зумах со службой технической поддержки. Также важно отметить, что на всех этих звонках лично присутствовал глава компании, который находится в постоянном курсе событий. Но если все же вам и этого недостаточно, господин Гонсало, глава компании, говорит, что вы можете лично посетить офис компании и вам открыто продемонстрируют работу данной системы искусственного интеллекта, смотрите об этом обращении господина Гонсало на этом канале. Как видите, компания полностью открытая. Сделки с зумом с технической поддержкой компания будет осуществлять и в дальнейшем. Они проходят и на испанском языке, и на английском языке, и в скором времени компания начнет демонстрацию зумов своей технической поддержки и на русском языке, где можно будет задавать любые технические вопросы. На данный момент времени компания продолжает свое активное развитие. 17 февраля 2020 года на большом зуме господин Гонсало поделился последними действиями компании. Майлд Кэпитал открыли свою дочернюю компанию в Грузии. Грузия – это офшорная зона, где очень быстрыми темпами развиваются именно цифровые технологии. Через пару недель будет закончена процедура регистрации в Эстонии. И теперь еще одна очень интересная новость. Также ведутся переговоры о началах съемка фильма о компании Майлд Кэпитал с ведущими испанскими продюсерами. И это займет где-то минимум год или полтора. Так что выводы делайте сами. Те, кого заинтересовало это видео, пожалуйста, мы рады будем видеть вас в нашей команде. Подключайтесь. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Желаю вам удачи. Присоединяйтесь.